Сочи, 3 мая, РИА Новости Зона деэскалации в сирийско-восточной ГУТИ выполнила свою миссию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Зоны деэскалации создавались на временной основе, исходя из того, что после того как задачи, поставленные перед этими зонами, будут решены и когда можно будет возвращаться к мирной жизни, они прекратят свое существование. При этом режим деэскалации, конечно же, не распространяется на террористов, которые должны быть в соответствии с решениями СБО ООН ликвидированы, заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД и Ордании. По его словам, в Восточной ГУТИ эта проблема в основном была решена, поскольку те группировки, которые либо консолидировались с Джабхатан-Нусру и прочими террористическими отрядами, либо сами нарушали режим прекращения боевых действий, были по большей части либо ликвидированы, либо оттуда выведены. Сирийское правительство восстановило контроль над Восточной ГУТИ, и свою миссию зоны деэскалации в этой части Сирийской Арабской Республики выполнила, добавил министр. Террористическая организация, запрещенная в России развитие ситуации, в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости, иллюстрация РИА Новости, перейти в фотобанк Сириады после начала боевых действий. Субтитры создавал DimaTorzok